Всем большой-большой привет! Хочу с вами поделиться сегодня одной, назовём это так, особенностью из моей жизни. И мне бы очень хотелось узнать ваше мнение по этому поводу. А вопрос вот в чём. Я на самом деле так живу уже много лет и только сейчас задумываюсь, а это вообще нормально? Мне муж не разрешает смотреть телевизор. Да, 9 лет я уже не смотрю телевизор. Раньше я на самом деле любила смотреть передачи, что тут греха таить, и пусть говорят смотрела, и НТВ смотрела, и разные сериалы смотрела, и вот все эти шоу, которые были популярны в то время, ледниковые, разные периоды, танцы, топ-модель по-американски. Всё это я смотрела. Дом-2 не смотрела, признаюсь вам. Пару раз я смотрела эту передачу, но она меня абсолютно не вдохновила, и я точно не её поклонник. А так, в целом, к телевидению я всегда относилась хорошо и смотрела. Конечно же, он сразу не сказал мне, всё, ты не смотришь телевизор, и всё, отключил его, и больше его в моей жизни нету. Конечно же, это не таким образом происходило. А начиналось всё так постепенно, слегка. А что ты это смотришь? А что это за ерунда такая? А что ты опять включила? Как это люди могут нормально смотреть? Да, и представляете, вот если ты что-то смотришь, он будет ходить рядом и всё время бубнеть, 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 бубнеть до такой степени, что ты просто возьмёшь и это выключишь. И особенно, когда это только первые годы отношений, конечно же, тебе не хотелось человека злить, тебе не хотелось вызывать в нём какие-то неприятные эмоции, может быть, даже хотелось быть лучше, чем есть на самом деле, это тоже не исключено. Мне кажется, что моему мужу был бы самый приятный вариант, чтобы я смотрела постоянно какие-то научно-познавательные программы, поднимала какие-то архивы, их изучала, и желательно на английском языке. Вот тогда бы он был полностью доволен, его бы это устраивало на все 100%. В общем, вот постоянно это бубнение, я поняла, что мне гораздо проще это всё отключить. И вот я так постепенно отходила, отходила, и всё закончилось тем, что телевизора нет абсолютно в нашей жизни. Самое интересное, что его мать смотрит прям в запой всё, что только можно. Мне кажется, у него телевизор вообще никогда не выключается. В семье отца то же самое, там постоянно смотрит, нет никаких ущемлений ни у кого. Даже когда мы приезжаем к моим родителям, это всегда, знаете, такие вот осуждающие взгляды. Что вы там опять смотрите, опять смотрите? Мы уже и разговаривали по этому поводу. Я говорю, ну ладно, ты мне не разрешаешь, да, тебе некомфортно. Но пусть люди смотрят, да, пусть смотрят. И всё равно при этом будет у него вот это настроение, да. Он будет показывать своим взглядом, своими эмоциями. И как вы можете это смотреть? Вот видно, да, что ты хочешь, не хочешь, и думаешь, не, лучше выключить, ну тебя. Но в то же время у нас дома очень хороший интернет. У нас компьютер выведен на экран телевизора. Поэтому что мне захочется посмотреть, это всегда на таком хорошем большом экране, и это очень-очень удобно. Интернет у нас дома хороший, да, казалось бы. Я же в интернете могу посмотреть всё, что захочу. Открою вам маленький секрет. Я так и делаю. Только потом и чищу историю. Потому что пусть ему будет спокойнее. Пусть он лучше не видит всё то, что я смотрю. Но, кстати, благодаря вот тому, что я не смотрю телевизор, я нашла очень много интересных передач, о существовании которых я просто раньше даже и не знала. Это такие, как я очень люблю, украинский мастер-шеф, взвешенные и счастливые. Я их просто обожаю и смотрю часто. И действительно, есть огромный плюс в том, что я смотрю то, что мне нравится, в то время, когда хочу, и без рекламы. Это же прекрасно. Я вот когда, например, приезжаю к своим родителям, даже уже не помню, что такое телевизор, и как можно смотреть какую-то передачу либо фильм, когда идёт реклама. И в то же время я, например, абсолютно не контролирую, не смотрю, не проверяю то, что смотрит мой муж. Я считаю, что это его личные интересы. И он имеет право смотреть то, что он пожелает. Но у него, конечно, такое есть. Ему бы хотелось везде знать, кто что смотрел и обязательно высказать своё мнение, насколько эта передача правильная либо неправильная. Вот смотрела я в последний раз холостяк. Ну, я понимаю, что смысла никакой там информационной нагрузки данная передача не несёт. Да, признаю, ничему новому я там не учусь. Ну, просто для разрядки, да, вот. Ну, прикольно мне посмотреть, как это там происходит. Ходит уже и... Что смотришь? Как можно это смотреть? Психует постоянно, да. На самом деле, иногда это даже обижает. Ну, вот почему ты всё время указываешь, что мне смотреть? Я же не ребёнок, я взрослый человек. Даже если и ерунду. Или вы тоже смотрите только познавательные передачи все? Неужели все смотрят только познавательные передачи? Кто же тогда делает рейтинги этим шоу? Вроде бы у них самые высокие просмотры. Мне, честно, очень хочется узнать в комментариях ваше мнение. Вот как бы вы относились к этой ситуации? Вы бы тоже пошли на поводу и выключили всё, и смотрели... Ну, то есть старались смотреть то, что приятно вашему супругу, вашему партнёру. Либо же... Либо же... Ну, честно скажу, мы по этому поводу, вот положа руку на сердце, мы никогда не ругались. Ну, вот это было, ай, что ты смотришь? Я там могу сказать, ай, что я смотрю, что хочу, да и смотрю. А сама всё равно выключаю. Не хочется мне его там лишний раз злить. От телевизора отвыкла. Давайте с вами подискусируем, насколько это правильно, либо неправильно, хорошо, либо плохо. Допускаете ли вы такой вариант, или не допускаете абсолютно? Вот так мы уже играем с досочками стебель. Молодец! Да? Только давай мы сосу достанем. Давай, зачем тебе эта соска? Давай. Он ещё там. Как ты играешь? Как ты собираешь? Покажи. Доминик, а это сюда не подходит. Кружочек ты хочешь вставить. А куда кружочек подойдёт, сыночек? Доминик, попробуй сюда. Как, сюда подойдёт? Молодец! Да, подошёл. Он очень радуется, когда мы ему хлопаем. Да, у тебя получилось. Ты большой молодец. Да. Больше всего ему пока нравится кружочек. Конечно, его легче всего вставить. Вот так давай, давай, давай. Сыночек, а сюда разве овал? Он не подходит. А попробуй возьми квадратик. Вот квадратик. И ты посмотришь, как он туда поселится. Ему там будет удобно. Давай тут домик. Так, давай. Давай, давай, молодец. Ты правильно взял по цвету голубой. Молодец! Да, вот сейчас он сам взял синюю дощечку и нашёл к ней синий квадратик. На сегодня всем пока. До встречи в наших новых видео. Всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok